Всем привет! Сейчас проведем с вами интересный тест. Ответьте на несколько вопросов. Вы набираете вес и вам сложно его сбросить? У вас частые головные боли? Чтобы включиться с утра, вам просто необходимо выпить кофе? Вы часто чувствуете упадок сил? Вам постоянно хочется сладкого или кофе, иначе вас просто не хватит до конца дня? Если вы хотя бы на три вопроса ответили «да», то с уверенностью могу сказать, у вас сильная зависимость от сахара. Как вы уже поняли, сегодня выпуск для сладкоежек. Зависимость от сахара по исследованиям 2019 года, их можно найти на сайте ПапМед, является в 8 раз сильнее, чем от героина. Именно поэтому для многих людей отказаться от сахара навсегда кажется просто невозможным. Если алкогольную, никотиновую, наркотическую зависимость общество признает как пагубные и борется с ними, то углеводная зависимость считается мнимой, и они говорят больше в контексте компульсивного переедания или нарушения пищевого поведения. Но если углубиться во влияние сахара на организм, то его последствия в виде метаболического синдрома, диабета, рака, болезни Альцгеймера не менее плачевны и опасны. Как и любой наркотик, сахар вызывает зависимость. Только 5% углеводных наркоманов могут полностью и навсегда отказаться от сахара. Остальные же периодически будут возвращаться к этому пристрастию. Никогда человек не получал столько углеводов, сколько получает сейчас. Сахар, который видели наши предки, был во фруктах, ягодах, иногда в меде. Это было летом и осенью. Остальные полгода человек вовсе не ощущал сладкий вкус. И примерно 60% из нас сейчас имеют углеводную зависимость. Очень сильную зависимость вызывает сочетание сладкого и жирного вкуса. Например, мороженое, тирамису, шоколадные пасты. Причиной тому является способность мозга различать и особенно реагировать на некоторые вкусы. Мозг четко отличает вкус жирного, сладкого, соленого и вкус умами или глутамат. Все эти вкусы имеют некие подкрепляющие свойства для мозга, то есть придают чувство наслаждения. И именно поэтому эти ингредиенты добавляются сейчас во все продукты, которые лежат на прилавках магазинов. В целом же углеводная зависимость действует как на биохимическом, так и на эндорфинном уровне, как героин. Биохимическое проявляется так. Вы съедаете сахар или продукт с ним. Вместе с ним попадают в организм быстрые углеводы, которые ведут к повышению уровня глюкозы в крови. В ответ поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина, чтобы уровень глюкозы снизился. Это и есть основная функция этого гормона. Примерно через 2 часа инсулин вырабатывается вновь и уровень сахара снижается еще больше. Некоторые люди реагируют на это головной болью, усталостью, а у кого-то даже начинается тремор в руках. В общем, человеку опять хочется чего-то сладкого. Он это ест и все начинается по новому кругу. В конечном итоге это ведет к износу поджелудочной железы и развитию сахарного диабета. Кроме того, излишки инсулина поступают в печень и трансформируются в жир. Итак, за час может человек усвоить 10% сахара. Если вы выпиваете кофе с двумя кусочками, без сладенького к чаю, сахар усвоится. Но если с четырьмя и в дополнение в виде сладкого, излишки будут откладываться в печени в виде жира. Так начинается жировой гипотоз в печени. Как видите, в этом заболевании виноваты не жиры, а углеводы. Что касается зависимости на эндорфинном уровне, то в этом случае человек перестает радоваться, если не получает хоть что-то сладенькое хотя бы один раз в день. Или, как уже говорилось выше, что-то сладенькое с жирненьким. После их употребления в крови вырабатываются опять гормоны радости, эндорфин, серотонин. В межсезонье, когда не хватает солнца, начинается депрессивное настроение. Для сахарных наркоманов поедание сладенького становится единственным способом получить удовольствие и поднять себе настроение. Постепенно организм перестает вырабатывать эндорфин собственным путем. Как же избавиться от этой зависимости? Существует 12 шагов к избавлению от зависимости. И первым шагом является признание наличия проблемы. Человек признает, что проблема есть, и она имеет опасность для него. Второй шаг – привести в порядок свое питание. Только сбалансированный рацион, достаточно сытный, с небольшой калорийной плотностью, поможет вам пережить этот сложный этап. Второй шаг – привести в порядок свое питание. Только сбалансированный рацион, достаточно сытный, с небольшой калорийной плотностью, Поможет человеку поддержать организм на этапе отказа от сахара В первую неделю многие переживают самый настоящий абстинентный синдром Или другими словами ломку Это головные боли, боли в теле, депрессию, агрессивное настроение Ну а понимая, что это путь к избавлению от зависимости, отвлекая себя разными делами, спортом Все это поможет пройти этот сложный этап После первой недели придет облегчение И дальше надо будет только закреплять привычку Интересный факт Полное исцеление от углеводной зависимости проходит за 3 месяца А подсесть опять на сахарную иглу можно всего за пару дней Я, как человек, победивший эту зависимость И работающий уже с тысячами людей на своем курсе «Ешь, честь худей» Скажу, что отказ от сахара навсегда возможен Главное это выбрать правильную стратегию и план действий Если же вам нужна помощь в этом Если ваш вес неумолимо растет И вы не в силах справиться с проблемой сладкого Я жду вас на первой бесплатной неделе курса Регистрацию на которой вы найдете в описании под этим видео Я помогу вам правильно выстроить ваше питание под ваш вкус Вес, возраст, бюджет и состояние здоровья Помогу подобрать биодобавки, поддерживающие организм на этом этапе И, конечно, научу вас самостоятельно удерживать вес в долгосрочной перспективе Ставьте лайк, если это видео было полезным И нажмите кнопочку «Подписаться», чтобы не пропустить новые выпуски